Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами снова Солид, и в этом видео мы каратенечко, но при этом информативненько поговорим о недавно вышедшей игре, которая называется Том Клэнси Ghost Recon Windless, мультиплатформенная компьютерная игра в жанре тактического шутера, разрабатываемая Ubisoft Paris, или Paris? Какая нахрен разница? Это первая игра с открытым миром во франшизе Ghost Recon. Действие игры разворачивается в Боливии, которая по игре является крупнейшим поставщиком наркотиков в мире. Поставки контролируются наркокартелем Санта-Бланка, мощная организация, чье влияние дестабилизирует весь регион. Правительство США обеспокоено ростом мощности наркокартелей, и в результате армия Соединенных Штатов отправляет элитный спецназ-отряд «Призраки», чтобы раскрыть связь между наркокартелем и местным правительством. Ну и уничтожить их. Во-первых, по поводу настроек игры. Все супер, все интуитивно понятно и наглядно, все можно настроить под себя и под свой компьютер. Особенно порадовала визуализация видеонастроек, где нам наглядно показывают, на что повлияет конкретный параметр. Сама по себе игра достаточно требовательная, на самых максимальных требует больше 4 гигабайтов видеопамяти. Начинаем игру с создания персонажа, где можно выбрать пол и внешность. Жаль, что нельзя редактировать форму головы, глаз, носа и так далее, как это делалось в GTA, было бы гораздо интереснее. Но здесь можно выбрать цвет глаз, волос, форму бороды, прическу, а также шрамы и татуировки. С одеждой и экипировкой более продуманно. Можно выбрать не только тип одежды, футболки, куртки, рубашки и толстовки, но еще и цвет. То же самое с разгрузочной системой, штанами и даже обувью. Из дополнительного можно нацепить так называемые масхалаты. На самом деле, эта штука называется накидка Viper Hood. Ну да ладно. В общем, как минимум минут 10-15 у вас уйдет на создание перса. Далее включается долгая и нудная заставка, где наши герои летят на вертолете ночью. И смотреть полностью мы ее, конечно, не будем, лучше сразу к делу. И вот, наконец, сам игровой процесс. Лично мне он напоминает игру Just Chaos 3. Разве что у нас чудо-крюка нет. На протяжении всей игры мы действуем не одни, с нами еще трое имбецилов, которые самостоятельно вас почти никогда не прикроют. Но зато хорошо справляются с конкретно отданными приказами. По-хорошему, все миссии должны проходиться в стелс-режиме. И от этого игроки должны получать какой-то кайф. Но вражеские боты, прямо скажем, слеповаты и туповаты. Иногда возникают забавные ситуации. И это уже напоминает мне Metal Gear 5. У нас есть квадрокоптер. Это полезная вещь, с помощью него вы можете увидеть, что творится впереди, не рискую жизнью. Если противник его заметит, то он неминуемо будет уничтожен. Хотя это не важно, так как у вас все равно их бесконечное количество. Нашего персонажа, квадрокоптера и в целом команду можно улучшать и прокачивать. Это тоже несомненный плюс к игре. По поводу игрового мира. Он здесь огромен. Честное слово, я задолбался его облетать на вертолете. Что уж говорить про наземный транспорт. Из себя он представляет сложный, гористый ландшафт, который поделен на зоны влияния группировок. И стоит отметить, что сделано все красиво. Конечно, можно докапываться и разглядывать текстурки, модельки в упор, доказывая, что это не 2017 год, за что я заплатил деньги и так далее. Но в целом-то все выглядит неплохо. Есть озера, реки, поля, пустыни. Высоко в горах лежит снег. И самое главное, дальность прорисовки. Тут я был, честно сказать, удивлен. И это были как бы плюсы. А теперь самое любимое. Разнос по всем фронтам. Во-первых, управление транспортными средствами. Оно тут не просто аркадное, оно какое-то не то. GTA по сравнению с этим просто автосимулятор. Во-вторых, во всех современных играх, где есть грязь, уже делают симпатичные следы от колес. Тут даже намека на это нет. Идем далее. Машины, конечно, бьются. Но примерно так же они сукбились в Драйвере 2 на первой Sony PlayStation. Колеса это отдельный разговор. То они крутятся, то не крутятся, то дергаются. Это... это бесит? Мотоцикл. Вот это шедевр. Обратите внимание на эту дергающуюся анимацию. Это 2017 год. И за это я заплатил 2000 рублей. В то время как в GTA ты молишься, чтобы не упасть с мотоцикла, здесь упасть практически невозможно. А если падаешь, то примерно вот так. И у меня сразу же вопрос. Вот откуда он появился? Член моего спецотряда. С этим, кстати, здесь вообще проблема. Допустим, вы взлетаете на вертолете, и ваша команда не успела сесть. Они через несколько секунд обязательно появятся у вас на борту. Конечно, это плюс и минус одновременно. Плюс, потому что не надо никого ждать. А минус это просто нереалистично, а иногда зашкварно. И я чуть не забыл сказать про вертолет, который взлетает, ну, очень быстро. Управление авиацией тоже сверхаркадно, можно допускать жесткие посадки, и нашим героям ничего за это не будет. К слову, даже в Just Cause 3 авиация более интересна. Сам процесс боя чем-то напоминает Call of Duty, но здесь нет полноценного вида от первого лица. А его здесь, правда, иногда не хватает. А сейчас вы наблюдаете самый забавный и зашкварный момент, который я обнаружил за первый час игры. Обращаю ваше внимание, что у данного бойца снайперская винтовка. Но почему-то он с нее стреляет, как с пулемета. Также в этой игре невозможно сдохнуть с первого раза. То есть, ну, как в GTA вас попали, здоровье кончилось, вы убиты и возрождаетесь возле больницы где-то далеко. Здесь такого нет. Если вас убили, как сейчас меня, к вам подбегает оставшийся в живых медик, вкалывает вам что-то, вы просыпаетесь, и только после этого на второй раз вас могут полноценно убить. И то, возрождаетесь вы максимально близко к тому месту, где сдохли. Ребят, я честно не могу понять, почему современные игры становятся все более простыми. Например, здесь мало того, что здоровье от попаданий восстанавливается, да еще и с первого раза вас не убьют. Реалистичность отходит все дальше, на вторые и третьи планы. Вам здесь практически не нужно думать, вам просто нужно идти и мочить. Не получается? Возрождаетесь рядом и повторяйте. Игры стали скучны, потому что разработчики их делают простыми и однообразными. И я очень надеюсь, что эта игра не однообразна, и я не зря потратил эти деньги. Но почему-то есть предчувствие, что это не так. Ребят, на этом пока что все. Это было мое первое впечатление. Не забывайте про пальцы вверх, если понравилось, или вниз, если вдруг не понравилось. Подпишитесь на канал, на нем много чего интересного. Напишите комментарий. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok